Библейский портал экзегет.ру представляет Сороковой псалом, читаем его для библейского портала экзегет по переводу российского библейского общества. Он завершает первую часть псалтири. Но эти части во многих изданиях даже не отмечены, тем не менее, они довольно ясно выделяются. У них есть тематическое единство, у них есть формальное единство. В конце Сорокового псалма звучат слова «Аминь», «Аминь», и это буквально такое формальное завершение этой первой части. Поэтому Сороковой псалом, он носит под заголовок начальнику хора Псалом Давида, очень обычный для первой части. Он служит своего рода кратким изложением предыдущей всей вот этой части псалтири. Давайте его прочитаем, потом прокомментируем. Блажен, кто заботится о бедняке. Господь спасет его в день беды. Господь сохранит его, даст ему жизнь и счастье пошлет на земле. Врагам не выдаст его. На одре болезни Господь даст ему силы, слава уже недуга поднимет. Молюсь я. Господи, помилуй меня, исцели меня, грешен я пред Тобой. А враги мои говорят обо мне со злобой. Когда же умрет он, чтобы исчезла и память о нем? Приходят меня посетить и лгут. В сердце злобу копят, выйдут, всем разгласят. Друг с другом шепчутся про меня, их мысли злобой полны. Злая напасть постигла его, он слег, а ему не встать. Даже тот, кто был мне другом, кому я доверял, кто ел мой хлеб, и тот готов растоптать меня. Господи, помилуй меня, подними меня, я им отплачу. Если враг надо мной не прокричит победный клич, то я пойму, что угоден Тебе. Невредимым и целым Ты поддержишь меня, навек меня сохранишь пред лицом Твоим. Благословен Господь Бог Израиля от века и до века. Аминь, аминь. Вот эти заключительные слова подводят итог всей этой части. И 40-й псалом, ну, какой-то он простенький. Вот у нас были такие напряженные, сложные, диалогичные псалмы в конце 30-х. А здесь Господь заботится о бедняке, спасет его в день беды, счастье пошлет на земле врагам, не выдаст его. Но вообще-то уже этот вопрос разбирался в предшествующих псалмах, и далеко не всегда оказывается так. Это довольно сложно объяснить. С ложи недуга поднимет. Потом выясняется, что на ложе недуга лежит сам псалмопевец. «Исцели меня, грешен я пред тобой» в этой части. В псалтире он связывает свои недуги, свои беды со своими грехами, хотя напрямую не объясняет, как. И вот вокруг него толпа негодяев. «Когда ж умрет он, чтобы память исчезла, о нем приходят меня посетители, лгут, выйдут всем, разгласят злобу, шепчутся про меня. Кто был мне другом, кому я доверял, кто ел мой хлеб, тот готов растоптать меня». Один из главных грехов, который здесь упоминается, упоминается, это неблагодарность, это отсутствие взаимного добра, то есть когда человек за добро отвечает злом. «Ну и если враг надо мной не прекричит победный клич, я пойму, что угоден тебе, навек ты меня сохранишь». Он надеется все же на исцеление. Маленькая такая ремарка. «Подними меня, я им отплачу». То есть здесь даже гораздо проще и примитивнее, чем во многих других псалмах, где говорится «Господи, ты им отплати», где псалмопевец отказывается от мести, здесь не отказывается. Почему такой, ну, не очень, скажем так, яркий, духовный, высокий конец у этой первой части? Вот такие были потрясающие псалмы в конце 30-х. Мне кажется, вот, знаете, краткое содержание. Бывает текст для тех, кто, в том числе и текст молитвы, для тех, кто очень глубоко укоренен в размышления, кто проникает в самую суть, кто старается всевозможным образом выяснить, выяснить, как устроен этот мир, кто с Богом очень сложно выстраивает отношения. Бывают очень простые люди, которым нужно, чтобы не болеть, чтобы врагов не было, чтобы вот, ну, все было хорошо. Это псалом для них. Вот нельзя же только, чтобы все было исключительно высоким, исключительно духовным, исключительно таким, местами невротическим, извините, тут в этих самых прекрасных псалмах много такого нервного напряжения, после которого прямо аж вот руки трясутся, если это всерьез говорить Богу. А здесь вот все, все просто конкретно и понятно. И этого достаточно, да? То есть псалтирь – это еще и книга для очень разных людей. Вот этот псалом для людей таких попроще, для людей более цельных, с другой стороны, мы скажем, для людей, которые видят вот добро, зло, принимают сторону добра и особенно не размышляют о том, почему же все-таки бывает зло и всегда ли добро вознаграждается, зло наказывается. Вот они в этом уверены, это все просто. И может быть, как и первый псалом, первые сороково, они обрамляют эту первую часть, но первые служат введением ко всей псалтире одновременно. Вот они в этом смысле очень простые, да? В них дается вот такая крайне простая картина мира, а вот все, что внутри, там уже сложности, тонкости, нюансы, там уже для тех, кто хочет прочитать больше, чем первый и последний сороковой псалом из первой части. Но псалтирь на этом далеко не заканчивается, и сорок первый псалом откроет вторую часть со своей тематикой, со своими особенностями, которые будут уже немножко отличаться от псалмов первой части.